15 марта мы решили посетить ботанический сад, посмотреть, как оживает природа, как распускаются цветы, послушать пение птиц и просто побыть в тишине, поскольку сейчас он, вообще весь парк, он очень пустой, никого нет, можно спокойно все рассмотреть, побродить, да? Друзья, приглашаю вас в ботанический сад весной. Перед входом в ботанический сад со стороны поселка Чакви находится пасека, на которой вовсю уже жужжат пчелы. В туристический сезон здесь можно купить натуральный и вкусный мед. Налюбовавшись интересным зрелищем, проходим ко входу в ботанический сад. В воздухе тепло, ярко светит солнце, и мы отправляемся подышать морским воздухом и послушать шум волн. А вот и Федя, как всегда любитель перекусить на свежем воздухе. Кстати, дерево очень классное, покрытое мхом. Трудно пройти мимо, не бросив взгляд на красивый куст с блестящими зелеными листьями и мелкими лимонными цветами, собранные в пышные соцветия. Магония прекрасна в любое время года, но весной особенно. Тонкий аромат навевает мысли о ландыше. У ягод магонии кисло-сладкий вкус, напоминающий барбарис. Их можно есть свежими, добавлять в сухие завтраки, фруктовые салаты. Они применяются для изготовления напитков. Из этих ягод варят варенье и повидло. Ягода редкая, поэтому и рецепт не слишком распространен, но варенье очень вкусное. Цветущая магония – само олицетворение гармонии природы. Леукатойя – растение семейства вересковое. В природе этот кустарник встречается на Матакаскаре, Восточной Азии и в Южной Америке. Некоторые виды растения ядовиты. Своё красивое название Леукатойя получила в честь богини Левкатэй, что в переводе с греческого означает «белая богиня». И действительно, в период цветения многочисленные белоснежные колокольчатые цветы, чем-то напоминающие цветение нашей акации, просто завораживают своим шармом и нежностью. Множественные колокольчатые образования ярким салютом вырастают из зеленого пучка листвы. Это красавица бешарнерия. Бешарнерия не слишком декоративно цветет, но контрастом зеленых листьев и ярко-малиновых крупных бутонов отлично настраивает человека на праздничный лад. Часто этого представителя агавового семейства называют «мексиканской лилией». Как и все агавовые, бешарнерия имеет лекарственные свойства, но пока они мало изучены. Впервые растение было описано Гарсией Мендоза в 1986 году. А теперь предлагаю насладиться пением и брачным танцем маленькой птички в японском саду. Кора сосны Приморской имеет глубокие трещины и выглядит весьма декоративно. Здесь много природных материалов. Например, бамбук, который просто приятно потрогать, рассмотреть. Распустившиеся родондендроны на горе и красивый вид на горы прямо с ботанического сада. А далее мы проходим место, где растут эвкалипты, потрясающий целебный воздух и аромат. Далее проходим мимо вишни надрезанной, нандины домашней, корелопсиса. Но хочу обратить ваше внимание на растение Павлония форчуна. На родине в Китае Павлония стала одним из национальных растений. Однако сегодня ее можно встретить и в Европе. Изящество Павлонии сочетается с высоким качеством древесины. За свой привлекательный внешний вид и полезные свойства, помимо официального наименования, дерево получило несколько поэтичных имен. Например, Адамово дерево. Так называют Павлонию за ее жизнестойкость, способность быстро восстанавливаться после серьезных повреждений и неприхотливость к внешним условиям. Павлония нередко выращивалась при императорских дворах, потому называлась и драконовым деревом. Крупные волокнистые листья дерева выделяют в атмосферу большое количество кислорода, а по очищающим качествам растения превосходят все известные лиственные деревья. Посадка площадью в 10 га за год поглощает почти 300 тонн углекислого газа и задерживает 1000 тонн пыли. Вот такое очень полезное, красивое дерево. Прогуливаясь дальше, мы проходим этнографический уголок, в котором представлено несколько макетов жилых домов, мастерских и других конструкций. А теперь приглашаю вас насладиться весенним ботаническим садом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы пришли на пирс к морю. Сегодня море бушует, очень ветрено, освежающая погода. Здесь мы заканчиваем нашу прогулку по ботаническому саду и отправляемся домой. В 7 часов из аэропорта первый автобус, десятый, выезжает по маршруту. Здесь, с этой остановки от ботанического сада, он едет 8.15 в сторону Батуми. Интервал составляет 34 минуты. Последний автобус отсюда отправляется без 10.10 вечера. Субтитры создавал DimaTorzok